На самом деле мы находимся в беспрецедентной ситуации, никогда в подобной ситуации туризм мировой не находился. И меры поддержки МСП, деятельность которых связана с туризмом, это и отели, и туристические компании, и туроператоры, меры поддержки существуют и федеральные, и региональные. Если говорить про региональные, то они, наверное, более расширенные, скажу откровенно, потому что правительством Чеченской Республики определил перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции, и помимо этого перечня туризм, гостиницы и турагентства были определены как наибольшие пострадавшие отрасли. И таким образом в 2020 году эти направления будут иметь возможность не платить налоги на имущество и налоги на транспорт за 2020 год. Я считаю, что это очень хорошее послабление, а для тех компаний, которые вошли также в перечень пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, но деятельность их не связана с туризмом, а их налоги снижены в два раза. Это и налог на имущество, и налог на транспорт. Также существуют налоговые гранты, так называемые государственные гранты, согласно которым как раз те компании, которые существуют у нас в перечне, могут подать заявку в налоговый орган и получить грант от государства в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника своей компании. Эти средства он может потратить как на погашение задолженности по зарплатам, так и на любые свои нужды. Единственное условие, очень важное условие, при этом при подаче заявления у юридического лица или у индивидуального предпринимателя не должно быть задолженности по налогам и по страховым выплатам. Налог на имущество и транспорт, эта льгота, она действует автоматически. Закон был принят буквально несколько дней назад, 30 апреля. И сейчас, если говорить про вторую поддержку, про которую я говорил, это про грантовую поддержку, нужно обратиться либо в налоговый орган, либо можно подать заявку онлайн через сайт налог.ру. Также есть третья мера, я хотел бы про нее рассказать. Это банковская мера, которая позволяет организациям получить кредит под 0% на первые 6 месяцев из расчета количества сотрудников, умноженное на МРОД, который я уже назвал 12 130 рублей, и умноженное на 6 месяцев. Такой кредит выдается сроком на 1 год, причем полгода проценты на этот кредит не начисляются, это 0%. Оставшиеся полгода, 6 месяцев, процент начисляется 4% на этот кредит. Есть еще мера, она находится на стадии рассмотрения, мы ждем ее со дня на 1, согласно которой в период пандемии, в период карантина, те компании, которые арендуют государственное имущество, будут иметь каникулы на арендную ставку. Таких компаний, скажу откровенно, в республике немного, речь идет о 3-4 компаниях, но тем не менее они могут рассчитывать именно на нулевую ставку по аренде на период действия этих ограничений. Это в разработке, мы ждем его со дня на 1. И еще очень важный момент, который сейчас, может быть, не касается бизнес, и, на первый взгляд, казалось бы, не помогает ему именно сейчас, потому что нет экономической деятельности у компании, то есть компания сейчас не зарабатывает и не приносит никакую прибыль. Но после выхода из этой сложной ситуации, опять-таки, республиканским законом от 30 апреля было определено, что наши налоги, региональные налоги, были снизены до минимальных значений, до минимально возможных значений. То есть те компании, которые находятся на УСН, на упрощенной системе налогового оборудования, будут платить налоги по ставке 1% и 5%. То есть 1% это от доходов, либо, в зависимости от того, на какой системе они находятся, либо 5% дохода минус расхода. Что это позволит? Это позволит, когда мы выйдем из этого кризиса, когда деятельность опять начнется, это позволит легче встать на ноги, потому что меньше нужно будет платить налоги. Больше останется внутри компании, больше можно будет пустить на пополнение оборотных средств, больше можно будет пустить на заработную плату и так далее. Если говорить про меры поддержки, которые мы сейчас оказываем как министерство, мы в первую очередь, во-первых, мы не останавливаем процессы презентации турпродуктов Чеченской Республики, потому что мы все видели вчера обращение Владимира Владимировича Путина о том, что акцент сейчас нужно сделать на внутреннем туризме, на российском туризме. И такое же поручение мы получали от Рамзана Ахматовича Кадырова еще полгода назад, когда нам было четко сказано, что акценты и приоритеты стоят сейчас на внутреннем туризме, причем внутреннем республиканском и потом уже внутреннем федеральном. Поэтому мы сейчас участвуем в онлайн-выставках, очень интересный формат. Мы общаемся с большим количеством компаний, которые сейчас перепрофилируются из внешнего туризма, то есть выездного туризма на внутренний. Мы постоянно рассказываем о потенциале Чеченской Республики и говорим, что как только откроются границы в Российской Федерации, как только будет возможность у людей спокойно перемещаться по стране, без самоизоляции, без карантинных мер, то Чеченская Республика, как никто, наверное, на юге готов принять большое количество туристов, потому что у нас для этого есть абсолютно все. У нас есть замечательный номерной фонд, у нас есть прекрасное географическое положение, прекрасная погода и природа. Но самое дорогое и ценное, что у нас есть, это наши замечательные люди, наши адаты, наши традиции, наша религия, которая всегда говорит о том, что мы рады гостю и мы с удовольствием встречаем гостей на этой земле.